Алена Логутеева суетится на кухне, как настоящая хозяйка. Хлеб на столе девушка приготовила сама. Теперь нужно его разрезать, чтобы подать на стол. Движения быстрые и уверенные. Сперва они скажут, что у Алены есть ментальные нарушения. Ей 20 лет и у девушки инвалидность, как и у других жителей этой квартиры. Однако это не просто место жительства, это настоящее учебное тренировочное место. Правительство Рязанской области для того, чтобы реализовать права ребят с инвалидностью, которые повзрослели, должны стать более самостоятельными. Для обучения навыкам самостоятельности, для более глубокой ориентации их в окружающем мире, для того, чтобы способствовать их социальной интеграции, выделила нашему учреждению три трехкомнатных квартиры. Рязань стала вторым городом в России, где подобный проект реализуется на деньги из областного бюджета. Первая квартира открылась совсем недавно. Сейчас ребята живут и учатся в ней. Четыре юноши и три девушки вместе со специалистами центра. Пока не постоянно, с 9 утра до 6 вечера. Каждый из них старше 18 лет. Денис Кимф состоит в Центре социальной реабилитации с детства. Сначала ходил на обычные занятия, а теперь стал жителем учебно-тренировочной квартиры. И это поможет нам научиться жить самостоятельно и найти свое место в этом огромном мире. Обучение на учебно-тренировочной квартире проходит в несколько этапов. Первый длится 6 месяцев. Здесь ребята учатся жить в социуме, ходить в магазин или аптеку, покупать все необходимое, а также следовать своему графику. Кидаем кубики, считаем, занимаемся математикой, занимаемся развитием логики, шахматы, читаем книги различные. На втором этапе. Адаптивном. Ребята попробуют остаться в квартире на ночь. Сотрудники Центра социальной реабилитации назвали это туром выходного дня. А пока что они только обживаются, учатся взаимодействовать друг с другом. Первым делом на новой квартире ребята придумали свой список правил, которому беспрекословно следует не врать, не сдаваться, прощать, если трудно и самое главное мечтать. Как здорово, что все здесь сегодня собрались. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».